Она была родом из счастливой семьи, которая решила сотрудничать с Мастючек. Ты лежи, лежи. Я пойду без тебя. Не тревожься. Все-все, лежи. Отдыхай. Тебе надо сил набираться. Собрался в сад идти, но я собрался без них идти. Они уже два дня не ходят туда. Все, вы сидите здесь. Я вас не могу взять. Иду. Ни Лирика, никого не могу взять. Пока там не пройдет у нас субботник в саду. Лерочек, сиди в будочке. И вы тоже сидите. Только вот до сада могу с вами пройти. Все-все, давайте. А потом я уже сам пойду. А вы тут будете, на этой стороне. Как надо. Спасибо, что проводили меня. Они же, наверное, думают, что я все-таки их пущу. Нет, Лирочка, я не могу вас пустить. Не могу. Все, оставайтесь. Оставайтесь. Ну, да, да, конечно. А Марсик не страдает. Марсик там спит, дрыхнет. Он даже не знает, что я пошел в сад. Зора, все. Мне надо идти. Пошел. Далеко идти. Да и одному как-то диковато идти. Как-то жутко. Вот второй раз уже иду. И нет ни бульдожков, никого. Единственное, что вот. Скрасит мое одинокое путешествие. Это вот иду мимо эти сиреньки. Ладно. Выключаю камеру. Что без них снимать? Приду туда, там и сниму. Так. Ну, что тут у нас? О, а здесь уже, видите, камыш срубили. Красота какая. Вот этот еще камыш уберем. Здесь. Сереж, помошенничилось. А что это у тебя? Ух ты. Ладно, покажи. Ёжик. Это не Федя Ёжик? Не знаю. Ну, наверное, Федя. А что мы его себе заберем или поставим? Вот здесь, да? А вон, видите, делаем порядок. Оттуда доски какие-то бетонные вон. Достаем со дна. Сереж, подождите. Ну, давай. Ой, какой хороший. И не боится. Ну, Федя точно похож. Пусть живет, наверное, она здесь. Будем приходить к нему и проведать. А то там его бульдожки затрепят, да? Да, да. Ты знаешь, сколько раз у Мирки забирал? У Мирки, да? Да. Да, и Марсик тоже. У Мирки. Ну, отпускай тогда. Пусть будем здесь проведывать его. Он уже второй раз приходит, да? Беги все. О, сколько добра. А зачем кидает? Да, ну, речка. Красивый, ручеек. И пусть тебе течет. Федя, пошел? Федор, давай. Мы к тебе будем приходить. Улитками питается. Тут его дом. Здесь речка, видите? Вот он возле нее. А мы уже, видите, здесь как расчистили. А потом сюда может быть лавочку поставить. Столик. Будет хорошее место. Вот. Вот здесь сохнет. Да, да, да. Потом или сожгем, или заберем. Там еще с той стороны тоже какой-то бросили. Плафон, еще. А вон, видите, в этой речке даже поливает. Вон, видите, поливалки стоят. Насос вон он. А здесь вода на глубине 2 метра стоит. Вот у нас скважина здесь. Насос. 2 метра и уже вода. Хорошее место будет красиво. Видите, здесь растет. Вот, вон, каштан. Вот он, каштан. Вот дерево. Вот это все с нашего сада мы высаживали. Вот они, смотрите, сколько. И все это было запущено. А теперь еще посадим сюда 3 ивушки. Вот сюда одну ивушку. И туда две. И будет здесь. Это все травкой зарастет. Поляночка такая. Можно будет сюда и марсика на поводке выводить. А знаете, здесь какой простор он бегать им. Так, ну что, надо уходить. Мангал мы на ночь заносим. Будешь затушивать, да? Конечно. Да. Ну давай, хватишь. Хватишь шланги. Или подтащить мангал сюда. Да не мангал тут быть, а под мангалом. А, под. Понятно, чтобы дальше не пошла. Давай я помогу тебе. Сейчас, сейчас. Вот за галыш зацепилась. Вот так. Все. Сюда надо крючок какой-то сделать. Вот так, чтобы держалась. Ну, все. Ребята, помыкает. Я сегодня 30 деревьев полил из ведра. По два ведра на каждой. 60 ведет. Я специально не стал швабу брать. Думаю, пусть будет мне зарядка. Так, это я сейчас пойду домой. Занесу бревнышки туда. Ребята заканчивают. Пойду гляну. Может быть, Кузину увижу. Отсюда, с этой стороны. Они сейчас вместе с Кузей плавают. Не, не видно. В солнечную погоду. Хорошо просвечивается. Вода. Вот я пройду. Нет. Вот он, Кузя. А Кузины не видать. Вон, видите, Кузя. А он не ходит. Буду ждать. Солнышко. Сегодня пасмурный день. Дождик собирается. Хоть бы собрался. Уже давно не было. Смотрите, как из бульдошков. Скучно. Они уже два дня сюда не ходят. Ну, пока там не найдем порядок. Видите, вон, открыта. Калитка. Конечно, вероятность убежать туда очень большая. Приходится вот такой вот делать для них карантин такой. Изоляцию. Всем досталось. И людям, и собачкам. Ну что, Сереж, все, тогда вы там собираете. Идете, сегодня короткий день. Я пошел тоже. Теплицу закроешь тогда, да? Ну да. Ну все, ну давай, пока. Зайдете тогда там, я буду в том дворе, да? Да. Ну, сделаем этот субботник. Уберем весь мусор. И потом, конечно, уже собачки будут здесь гулять. Потому что мне без них самому скучно. Пустынно. Видите, как? Тут у нас вот добавились скульптуры, единороги. Видите, какие? Гляньте, какой единорог. Рожище какое. Вот. Глаз у него. Вот он на кого похож. Вот это все надо переработать. Но самое главное, закрыть калитку. И тогда можно будет пустить сюда команду. А пока, видите, хожу. Вот я один. Смотрите, как в саду дико как-то, да? Нету ни одного бульдожки. Все там. Ну, бывает иногда. Обработаем сад. И день-два это... Это, как бы, не сказать, что частое явление. Ну, бывает. Там или воду обработаем, чтобы не напились. Это вынужденная мера. Она нечасто. Ну, пойду сейчас. Успакую их. А то они там уже, бедненькие, заждались. Интересно. Они меня ждут или убежали? Вы где? Ну, убежали. Все. А был бы Марсик, он бы тут сидел бы. Жарейся. Ну, что ж. Не дождались меня. Возле ворота. Ты, бедняжка, прихрамываешь. Пострадал. Попал под раздачу. Ну, что они вот каждые два дня дерутся. Весна, Мирка сейчас. Вон, видите, за ней бегает. А тут Марсик крутится. Третий лишний. А может быть, Жорка третий лишний. Кто его знает. И в Краснодар не можем его отправить. Карантин. Между городами сообщения. Видите, как перекрыто. Вот, приходится изолировать Марсика. Видели, он на диване. Эти здесь. А я пошел дальше. У меня дела. Вот так вот у нас и проходит карантин. Двойной карантин. И для людей, и для собачулик.